Этих соревнований ждали долго. Впервые проведение стартов в таком уровне доверили Новочебоксарску. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, прибывший на открытие Кубка, отметил, что вольная борьба в Чувашии занимает одну из лидирующих позиций. И республика рада принимать таких гостей со всей страны. Чувашия, как спортивный регион, представляет своих спортсменов сборной команды Российской Федерации. Наши спортсменов участвуют на чемпионатах России, Европы, мира и на Олимпиадах. Бывают поражения, бывают о картине. Нельзя теряться, надо противно в руки, стряхнуться, больше приниматься и не идти вперед. Победа будет всегда за этими спортсменами, за этими яркими личностями. Титулы участниц были весьма солидными. Призеры чемпионатов России, Европы и мира. В ранге хозяев соревнований на ковер выходили семь представительниц Чувашии. Во главе с чемпионкой России 2012 года, двукратной победительницей Кубков России, Надеждой Федоровой, выступающей весовой категории до 48 килограмм. Вот была надежда, вот Чебоксар, у нас Надежда Федорова была надежда, но она проиграла в первом кругу же. Конечно, мы все расстроились, так как она за прошлом году выиграла Кубок России эти соревнования. Ну вот так чуть не повезло. Первый день Кубка России по женской борьбе прошли соревнования в категориях до 48, 55, 63 и 72 килограмм. Рекордное количество участниц, 25 спортсменок, заявилось в высовой категории до 48 килограмм. Наиболее принципиальными соперницами стали многократный призер чемпионатов России Любовь Кузьмина, член сборной команды Москва-Бурятия и чемпионка России 2013 года Елена Вострикова. Пришающей схватке Любовь Кузьмина все же потерпела поражение от соперницы, завоевав тем самым лишь бронзовую медаль Кубка. Но несмотря на это тренер доволен выступлением своей подопечной. У нас не хватило того, что потом травмы были, травмированы несколько месяцев, только восстанавливаются и это практически первый старт. Любовь боролась с Федоровой, потом боролась с Востриковой чемпионат России, потом с Табаевой, это практически все первые, вторые, третьи номера сборной России. Я считаю, результат нормальный. В принципе, есть над чем поработать, есть над чем задуматься и есть над чем дальше двигаться по этому всему. В заключительный день соревнования, 23 ноября, спортсменки разыграли награды в категориях 51, 59 и 67 килограмм. К сожалению, ни одного из призовых мест чувашские спортсменки не завоевали. Но нельзя было не заметить чемпионку России 2011 года Алину Мореву, уроженку Чувашии, проживающей в настоящее время в Брянской области и представляющей брянскую сборную. В финале она за счет двух бросков на три балла победила чемпионку России 2013 Елену Вострикову. Тренировалась, конечно, два раза в день, три не получается. Семья у меня все-таки, надо дом задержать. Вот поэтому два раза в день зарядку обязательно, как-то утренняя тренировка. Полноценная, сильная, со схватками. И вечером, днем по дому там. Вот. Ну, этого ждала, конечно. У меня просто спарринг-партнер сейчас появился, хороший. Вообще все поддерживали. Братья, сестры здесь вообще. Муж мой быстрее. Стоит отметить, что все призовые места, занятые на Кубке России, обеспечили спортсменкам выход на Ярыгинский турнир, где и будет определен состав участниц на чемпионат Европы. Руководству нашему, как главному тренеру, понравилось. Понравилось наш зал, понравилось. Как прошло, вся организация. И будет проводиться 4-6 декабря у нас здесь. Тоже России по кадетам, по маленьким возрастам, 98 тысячам годам. И, как я узнала сегодня, дошла информация, что будет взрослый чемпионат России тоже у нас здесь в Новочебоксарске.